Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен часам Garmin Fenix Pro Sapphire, соответственно серия 6S и 6. Информации будет очень много, будет и много тестов. Так что обзор, как всегда, получился длинным, уже извините. Для вашего удобства я разбил его на части. Можете прокручивать видео на нужную секцию, просто нажав на временную метку. Содержание обзора доступно внизу, в описании под видео. Будут тут в обзоре еще и Garmin Fenix 5X Plus и Forerunner 945. Можете спросить меня, а при чем тут эти модели? Но чтобы начать мой обзор, необходимо углубиться в номенклатуру продукции Garmin и историю развития моделей часов этой торговой марки. Любая новая серия часов от Garmin не возникает из ниоткуда. Большинство новых опций и интерфейсов производитель обычно обкатывает на предыдущих моделях. То есть, Garmin постепенно улучшает рабочую платформу для следующей серии. Так и получилось с моделью Fenix 6. На сегодняшний день доминируют две известных популярные серии. Это Fenix и Forerunner. Самая известная – это Fenix. Garmin Fenix прошел свой долгий путь. Это Fenix 2, 3, 3 Cher, 5, 5 Plus и следующая последняя модель 2019 года – это Fenix 6. Мой веб-сайт и видеоканал посвящен в основном этой серии часов. Множество статей и видео помогут вам быстрее въехать в тему. Ссылки на мой сайт и статьи по теме находятся в описании под видео. Сам по себе Fenix – это спортивно-туристический комбайн с возможностью умных часов. Основная цель гаджета – это получать и контролировать спортивные тренировки с расширенными данными, помогать в походах, в городе и в офисе. Длительная автономность, расширенные спортивные метрики, наличие поддержки широкой номенклатуры спортивных датчиков от Garmin – это визитная карточка компании. Но не забывайте, что Fenix – это не единственная модель компании. Бегуны, триатлеты используют модель часов Forerunner. С учетом наличия спортивных активностей, дополнительных опций, эти две серии постоянно на слуху – Fenix и Forerunner. Кстати, ранее я обозревал предыдущие модели – Forerunner 935 и Fenix 5X. Мой обзор и сравнение этих моделей доступен в описании под видео. Летом 2018 года вышла модель Fenix 5+, а за ней весной 2019 вышла модель Forerunner 945. Мой обзор про Fenix 5 Plus серии также доступен в описании под видео. Эти два флагмана компании – Fenix 5 Plus, Forerunner 945 – как раз и послужили базой для выпуска новых часов Fenix серии 6. В этом обзоре вы узнаете, какие плюшки появились в часах серии 6. Я проведу тесто между моделями, чтобы сравнить часы. Следующий обзор я хочу посвятить Fenix 6 Pro Solar – это самая дорогая модель этой серии. Часы могут постоянно заряжать аккумулятор от солнечной энергии. Это уже тема отдельного и детального обзора. Что же это за шестая серия? В своей статье я на сайте подробно описал основные различия данной серии. Смотрите ссылку под видео. Расскажу кратко. Гармин разбил шестую серию на три типа. Базовая версия – это модели 6S, 6, без карт, поддержки музыки и сапфирового стекла. Цены тут начинаются от 600 долларов. Про Сапфир версия – в часах есть поддержка карт, музыки и сапфировое стекло. Цены на эти модели идут около 700 долларов со стандартным силиконовым ремешком. Версии с титаном и браслетом продаются за 1000 долларов. Про Солар версия – часы с вышеперечисленными опциями, плюс поддержка зарядки от солнца. Часы с силиконовым ремешком стоят 1000 долларов. Титановая версия будет стоить от 1150 долларов. Кстати, тут уже нет сапфирового стекла, а используется специальное стекло, которое работает по технологии Power Glass. В чем разница между стеклом сапфир и Power Glass, ждите моего следующего обзора и тестов в Fenix 6 Pro Solar. Почему Fenix 6S и 6 Pro Sapphire? Хотел бы напомнить. С момента выпуска серии Fenix 5, Garmin начал разбивать часы по размерам и наличию дополнительных функций. S – самый маленький размер часов, диаметр 42 мм. Модель подходит для девушек и для мужчин с узким запястьем. X – самая большая по размеру модель, диаметр 51 мм. Будет смотреться лучше на мужской руке. И просто цифра без букв. Это средняя по размерам модель, между S и X, диаметр 47 мм. Итак, давайте по порядку. Комплектация – распаковка часов. Коробки часов поставляются стандартно, как и в других моделях Garmin. Для часов со сапфировым стеклом добавляется дополнительный маркер сапфир на торце коробки. На каждой стороне коробки фото часов и один торец используются для ознакомления со спецификацией прибора. Часы тестировались по американскому военному стандарту к внешним воздействиям – 810G. Кстати, эту же поддержку к внешним воздействиям имеют часы Garmin Instinct. Про эту модель я рассказывал в своем обзоре. Как всегда, смотрите ссылку на обзор в комментариях под видео. В часах уже есть установлены топа карта регионов мира, карты лыжных курортов, поддержка музыки, управление режимами работы аккумулятора, система контроля темпа – это полезно для тех, кто бегает – и поддержка работы с самыми популярными маршрутами по карте. В часах также встроен датчик учета насыщения кислорода в крови – пульсоксиметр. Для Phoenix 6 Pro Sapphire тут практически все одинаково. В коробках находится зарядный информационный USB кабель и набор бумажных инструкций. Что порадовало, что Garmin не стал менять зарядный разъем в часах в новых моделях. Следовательно, все ваши зарядные USB кабели от модели Vivoactive 3, Phoenix 5, 5+, Forerunner 935, 945, Instinct будут подходить к моделям серии 6. Бумажные инструкции я обычно не читаю, а загружаю себе электронные PDF руководства. В них быстро я могу находить нужную информацию. Загрузить русскую инструкцию к часам и приборам Garmin вы можете на моем сайте. Ссылка в описании под видео. А какая комплектация модели Forerunner 945? Тут Garmin порадовал больше. Тут к зарядному USB кабелю инструкциям идет запасной тренчик на силиконовый ремешок. Очень полезное дополнение для тех, у кого часто рвутся крепежные скобы на ремешке. Что радует, что в моделях серии Phoenix 6 силиконовый ремешок идет с системой Garmin QuickFit. Эта система с застежкой позволяет снять ремешок с часов и одеть его обратно за несколько секунд. Для самой маленькой модели серии 6S тут используются ремешки с шириной 20 мм. Для модели Phoenix 6 ширина ремешка будет равна 22 мм. Для сравнения, ремешки Phoenix 5X, 6X имеют ширину гораздо больше 26 мм. Да и там размер и вес часов будет больше. В Phoenix 6S тренчик на ремешке только один с силиконовым выступом застежкой в середине. А на более больших ремешках и часов соответственно есть два тренчика. Один сквозной, второй защёлкой. Таким образом, проблем с самопроизвольным раскрыванием ремешка на часах нет. Ремешок мягкий и удобный на ощупь. А вот в силиконовом ремешке 4Runner 945 Garmin отказался от системы быстрой фиксации QuickFit. Тут ремешок крепится стационарно с помощью шпилек и двух болтов. От 4Runner 945 в модель Phoenix 6 пришёл новый оптический датчик измерения пульса и пульсоксиметр. Что мы видим с обратной стороны, кроме оптического датчика пульса? Пульсоксиметр – это датчик насыщения кислородом крови. Светится красным цветом. Впервые пульсоксиметр появился только в топовой версии часов Phoenix 5X+. Про работу этого датчика я рассказывал в своём обзоре. Ссылка в описании под видео. Хорошая новость, что в серии 6 Garmin добавил этот датчик во всех моделях и даже в базовой версии тоже. Для кого нужен этот датчик? Для тех, кто уходит высоко в горы и хочет контролировать уровень насыщения кислорода в крови. Для спортсменов, которые изнаряют себя тяжёлыми тренировками и тоже хотят проверить своё состояние организма. Но тут есть и ложка дёгтя. Есть нюанс, который касается двух моделей. Phoenix 6, Furrano 945. Кстати, он касается и Phoenix 5X+. Пульсоксиметр – самый прожорливый по расходу заряда аккумулятора встроенный датчик в часах. Недаром, если вы захотите активировать работу датчика пульсоксиметра на протяжении целого дня, часы будут настоятельно предупреждать вас про этот момент. Кстати, для полноценного измерения данных пульсоксиметра нужен покой измеряемый. Поэтому, если вы постоянно в движении, я не вижу смысла активировать эту опцию на весь день. Как компромиссный вариант – это запуск измерения пульсоксиметра в ночной час, пока вы спите. Таким образом, вы сможете сэкономить заряд аккумулятора и получить правильные данные. Измерение пульса в воде. А теперь радостная новость про оптический датчик пульса, который, опять же, достался шестой версии от Forerunner 945. Свершилось! Наконец-то встроенный датчик начал учитывать пульс в воде. Это, конечно, не суперинновационная опция. В моделях других производителей – Polar, Suunto – эта опция уже работала, а вот Garmin как-то отставал. И вот эта опция, наконец-то, добавилась в модели Forerunner 945 – Fenix 6. Я провел сравнительные тесты работы нового датчика – оптического пульса в воде. Методика теста такая. Тест 1. В часах Fenix 6S отключаю все нагрудные пульсометры, включаю измерение пульса HR в воде. В часах Forerunner 945 отключаю встроенный оптический датчик, подключаю нагрудный пульсометр Garmin HRM Swim. Что это за кардиоремень HRM Swim для бассейнов, я рассказывал в своем обзоре. Ссылка в описании под видео. Далее запускаю активность плавывания и поплыл. После заплыва меняю часы по типах подключения с учетом расположения на руке. Тест 2. Теперь часы Fenix 6S записывают пульс от нагрудного пульсометра Garmin HRM Swim, а часы Forerunner 945 – с оптического датчика с запястья. Смотрим результаты теста. Тест 3. Отключаю все внешние датчики. Плаваю с двумя часами с оптическими датчиками. То есть одна рука, одни часы с оптическим датчиком. Пожалуйста, ознакомьте, что у меня получилось. Что показали результаты теста? Пульс считывается с руки в воде с небольшой погрешностью. Чем ниже ваш пульс при заплыве, тем меньше ваша погрешность. При ускорениях и резком учащении пульса, нагрудный кардиоремень быстрее успевает схватывать резкие перепады. Новый оптический датчик этой серии удобен для записи пульса в воде. Кстати, не забудьте активировать эту опцию в меню часов. Касательно водонепроницаемости, что мы имеем? Phoenix 6S Pro Sapphire 10 ATM. Phoenix 6 Pro Sapphire 10 ATM. И 4Runner 945, к сожалению, 5 ATM. А теперь резонный вопрос. А как работает оптический датчик пульса HR нового поколения в зале на тренировке в спортзале? Для этого я провел несколько дополнительных тестов. Методика теста. На левую руку одеваются часы Phoenix 6S с включенным оптическим датчиком HR. На грудь одевается нагрудный пульсометр HR Premium, который подключен только к часам 4Runner 945. Часы, подключенные к кардиоремню, ставятся на лавочке сбоку и начинается высокоинтенсивная тренировка CrossFit. В первом графике я делал закид штанги в стойку, толчок штанги, выпады вперед со штангой фронтально. 4 повтора, 4 повтора и еще 4 повтора по 2 связки. И так 4 раза. Вы видите 4 больших вершины пульса и спад. Это отдых между подходами. Второй тест. Меняем схему записи пульса. Теперь Phoenix 6S Pro записывает пульс с нагрудного пульсометра HRM Premium. А 4Runner 945 измеряет пульс руки с помощью оптического датчика. Второе упражнение. Это 150 бросков мидбола по 9 кг. Упражнение делал короткими сериями по 10 бросков с небольшими интервалами по 5-7 секунд. На графике видна мелкая гребенка пульса. Рост графика вверх – начало упражнения. Спад графика – начало отдыха. Результат. Нагрудный кардиопульсометр безусловный победитель этого теста для двух моделей. Для быстрых и резких нагрузок пульса нужно использовать нагрудные пульсометры. В этом случае оптический датчик занижает данные по пульсу и опаздывает. Однако, если ваш пульс уменьшается и уходит в нижние пульсовые зоны, в этих зонах показания нагрудного пульсометра и оптического датчика практически идентичны. Так что получается, нет смысла использовать оптический датчик в часах отнюдь. Новый стройный оптический датчик пульса желательно использовать для постоянного учета пульса в состоянии покоя и отслеживания вариативности сердечного ритма. Резкое увеличение пульса в состоянии покоя – реальный признак, что вы заболеваете или перетренированы. Еще одно сравнение. Провел тест производительности часов с помощью приложения 3Benchmark. Это приложение представляет собой сложный тест устройства с поддержкой Connect IQ. Тест использует фрактальные рекурсивные вычисления, операции чтения записи и графический рендеринг различной сложности. Что получилось, вы видите сами. Чем выше цифра, тем лучше результат. Однако, этот тест не означает, что все часы будут быстрые. Например, перемещение детальной карты и масштабирование не изменилось. Небольшие запаздывания при этих операциях существуют. Пока хватит тестов, давайте продолжим обзор. Внешний вид. Давайте вернемся к внешнему виду часов. В серии Phoenix 6 безель часов металлический. Корпус армированный волокном полимер с металлической задней крышкой. В более дорогих моделей это титан. Forerunner 945 в корпус армированный волокном полимер. С момента выпуска Forerunner 945 тут особых изменений нет. Все те же пять кнопок. Кнопки металлические, с насечками на торцах. Нажатие кнопок четкое. Верхняя правая кнопка Start запускает и останавливает активность или выбирает элемент меню. Нижняя правая кнопка Backlap по нажатию выходит из активности меню или отсекает круги на тренировках. Верхняя левая кнопка Подсветка вызов карусели меню, если нажать кнопку долго. Кстати, это меню Forerunner 945 практически идентично серии Fenix 6, за исключением добавленного режима управления работой аккумулятора. Про аккумулятор чуть дальше. Кнопки Up и Down позволяют передвигаться по меню в интерфейсе часов. В моделях Fenix 6S6, Forerunner 945 нет тачскрина. И это правильно. Почему я люблю кнопки? Тачскрин не позволяет вам управлять часами в воде, на дожде, в сложных погодных условиях, а кнопки это могут делать без проблем. Читайте и смотрите мое видео и статью «Почему я люблю кнопки?» Используем кнопки на полную. Кстати, большинство советов работают для всех серий часов Fenix Forerunner. А что за стеклом? Я всегда остаюсь сторонником сапферного стекла, из-за его надежности и долговечности. За это приходится расплачиваться удорожанием модели. Кстати, в серии 6 есть возможность не обязательно брать часы со сапферовым стеклом. За сапферовое стекло вам придется дополнительно доплатить около 100 долларов. Есть еще вариант со стеклом Gorilla Glass DX. Согласно спецификации производителя, цитирую, Gorilla Glass DX выделяется антибликовыми свойствами и улучшает читаемость. В частности, Горнинг говорит об улучшении отражательных свойств на 75% и коэффициента контрастности экрана на 50%. Именно такое стекло стоит в модели Forerunner 945 в моем обзоре. Из субъективных ощущений. В часах сапфером стекло больше бликует на свете, а в Gorilla Glass стекло более матовое и более яркое. Но это все же зависит от освещенности и угла просмотра. Теперь скажу из личного опыта. За 4 года эксплуатации модели часов Fenix сапферовым стеклом стекло выдержало, а вот безель изрядно потрепался от нещадной эксплуатации часов. Обращаю внимание на то, что только в топовых моделях Fenix 6X Pro Solar сапферного стекла нет и нет Gorilla Glass. В этой модели используется специальное стекло из двух частей с технологией PowerGlass. По краям циферблата идет тонкая полоска солнечной батареи, а весь циферблат состоит из прозрачной солнечной батареи. Мой обзор этой модели пока затягивается. Я жду доставки и постараюсь детальнее протестировать эту модель по приходу. Что же вы хотели узнать про Solar-версию, пишите в комментариях под видео, постараюсь учесть. Что еще изменилось во внутренних датчиках, помимо пульсоксиметра, иного оптического датчика пульса для версии Fenix 6 и Forerunner 945? Да тут без изменений. Аксирометр, гироскоп, парометрический альтиметр, компас, датчик температуры, гироскоп. Без изменений разрешение циферблата Fenix 6S 240х240 пикселей. Такое же разрешение у модели Fenix 5X Plus Forerunner 945. А для часов Fenix 6 Pro разрешение стало чуть больше 260х260 пикселей. Тип экрана для двух моделей – цветной, экономный, транспективный дисплей. Не надо сравнивать этот тип экрана мультимедийных комбайнов в суперамулет-экранами. В часах Garmin основной вектор – это автономность, поэтому логично использовать именно эту энергосберегающую технологию для отображения информации. Вернемся к датчикам и протоколам. Все модели в обзоре поддерживают три спутниковые системы навигации – GPS, GLONASS, GALILEO. Для работы с GPS в моделях Forerunner 945, Fenix 6 добавил новый экономичный чипсет от Sony. Но я провел ряд сравнительных тестов. Взял два разных типа часов – Fenix 6S Pro, Forerunner 945, чипсет Sony и предыдущая модель Fenix 5X Plus – чипсет Mediatek. Протестировал ходьбу по застроенным улицам, пробежки по стадиону, поездки в городе и за городом, чтобы оценить точность записи GPS трека. Тест ходьба трек в городе. Для чистоты эксперимента три модели часов находились на одной руке, чтобы исключить погрешности размещения тестовых образцов. Режим спутников – GPS, ежесекундная запись. В этом примере Fenix 5X Plus с чипсетом Mediatek немного хуже пишет трек по сравнению с чипсетом Sony. Это часы Fenix 6S, Forerunner 945. Режим спутников – GPS Plus GLONASS, ежесекундная запись. В этом тесте ситуация с старым чипсетом такая же, но сюрпризом у меня были уходы трека для новой модели Fenix 6S. GPS Plus Galileo – ежесекундная запись. В этом тесте идеально показал себя Forerunner 945. Еще один тест – пробежка на стадионе. Стадион находится в лошбине, закрыт со стороны за стройками и деревьями. Есть небольшие погрешности приема сигнала – режим GPS Plus Galileo. А вот еще один тест по тому же стадиону – режим GPS Plus GLONASS. В двух тестах при одинаковом чипсете Sony более точным и плавным был трек от Forerunner 945. А как будут записываться треки в городе, если вы будете ехать в машине и использовать часы как трекер вашей поездки? Вариант с авто. Провел тест в режиме GPS Plus Galileo для трех моделей одновременно с высокими городскими застройками. В этом тесте Forerunner 945 занимает первое место по точности записи трека для данного режима. На втором месте Fenix 6S – оба чипсета от Sony. И на третьем Fenix 5X Plus – чипсет Mediatek. А как поведут себя часы на открытой местности, если будут находиться в салоне авто? Еще один тест – поездка по окружной дороге. GPS Plus Galileo – жесекундная запись трека. На открытой местности треки легли практически один в один. Я специально покрутился по развязке, чтобы хоть тут сбить треки, но и тут запись прошла ровно. Итак, выводы по работе с GPS. Использование нового чипсета Sony позволило улучшить качество записи трека в городе по сравнению со старыми моделями. Да и кроме того, не забудьте, чипсет Sony помогает также увеличить время работы часов от одного заряда и расширяет автономность гаджетов. Об этом чуть дальше. На открытой местности все осталось по-прежнему. Где меньше препятствий для сигнала и открытое небо, трек пишется идеально. А теперь все же вернемся к сравнению моделей. Если копнуть глубже, то тут начинают проявляться различия между Phoenix 6 и Forerunner 945. Размер корпуса Forerunner 945 и Phoenix 6 это 47 на 47 мм. Против 42 на 42 мм самой маленькой модели серии это Phoenix 6S. Хотя при этом диаметр экрана часов Forerunner 945 в Phoenix 6S одинаковый и равен 34 мм. А для модели Phoenix 6 экран чуть больше 33,4 мм. Вес часов. Самые легкие часы в сравнении это Forerunner 945 с 50 граммами. Самые маленькие часы в серии Phoenix 6 Pro Sapphire 61 грамм. Phoenix 6 Pro Sapphire 83 грамма. Сапфировое стекло и металлический корпус увеличивает вес прибора. Если посмотреть как лучше смотрится на руке три модели, то конечно меньший корпус практически попадает под размер руки для узких запястьей. У меня узкое запястье Phoenix 6S смотрится на руке оптимально. Forerunner 945 уже на грани. Phoenix 6 попадает в размеры Forerunner 945. С внешним видом мы уже закончили. Давайте перейдем к программной части. Что вообще изменилось в интерфейсе Phoenix 6? Хорошая новость. Все модели обзора поддерживают русский язык и интерфейс. Интерфейс часов модели Forerunner 945 после косметических изменений перекочевал в серию Phoenix 6. Появилась возможность показывать несколько виджетов на одном экране часов. В предыдущих моделях логика была такая. Один экран, один виджет. Хотите увидеть другие виджеты, прокручивайте экран. В серии 6 теперь в часах есть возможность запускать и видеть работу одновременно несколько виджетов. Насколько это хорошо? С одной стороны, возможность одновременной подачи информации позволяет вам получить данных на одном экране больше. А вот для тех, у кого зрение слабое, мелкие детали виджетов будут ухудшать восприятие. В серии 6 Garmin увеличил количество показа дата полей одновременно для одного экрана. Для часов 6s, 6, 6 позиций и 8 позиций для самой большой модели 6x. Тут уже нюанс. С одной стороны, вроде бы отлично. Теперь получается мега информационная панель в активности. Теперь максимум информации можно отобразить на одном экране. А с другой стороны, попробуйте успеть посмотреть все эти поля на высоком темпе пробежки. Думаю, увеличение полей на экране будет очень полезно для тех, кто ходит в походы или при поездке с часами. Управление режимами энергопотребления в часах. Производитель заявляет следующие режимы работы. Для модели Phoenix 6s Pro Sapphire режим умных часов 9 дней, GPS 25 часов, GPS плюс музыка 6 часов, режим ультра трек, долгие марафоны 50 часов и режим экспедиция 20 дней. Для Phoenix 6 Pro Sapphire режим умных часов 14 дней, GPS 36 часов, GPS плюс музыка 10 часов, режим ультра трек, долгие марафоны 72 часа и режим экспедиция 28 дней. Для Forerunner 945, режим умных часов 14 дней, GPS 36 часов, GPS плюс музыка 10 часов, режим ультра трек, долгие марафоны 60 часов. Хорошая новость. Наконец-то Garmin добавил возможность тонкой настройки режимов энергопотребления аккумулятора. Зайдите в часах меню настройки, диспетчер питания, режимы мощности. Идея этой опции, чтобы вы сами могли выбрать, какие датчики или сервисы вам можно включить или отключить. Изначально в часах уже идут предустановленные режимы экономии. Например, если вы катаетесь на горных лыжах и одеваете часы поверх куртки, есть смысл переключиться в предустановленный режим одежда. В этом режиме оптический датчик пульса отключается, а все остальные датчики и сервисы будут продолжать работать. Вы можете создать свой собственный режим. Я назвал его «Мои часы». Например, в этом режиме мне нужны только часы с возможностью отслеживания умных сообщений через телефон. Отключая GPS, музыку, пульс, пульсоксиметр, карту, подсветку, дополнительные внешние датчики. По окончании создания данного режима, Phoenix 6S Pro при 100% заряде показывает цифру в часах. Эта цифра – то время, которое вам удастся сэкономить при использовании данного режима экономии в настройках диспетчера питания. Не общее время работы часов. Пожалуйста, не путайте эти цифры. Еще одна опция перешла от другой модели к часам Phoenix 6. Это премиум часы серии MarkQ. Опция «Экспедиция» позволяет экономно расходовать энергию, если вы уходите в длительные походы. В этом случае трек похода записывается через длительные интервалы времени, например, через час. Тек получается не такой плавный, как при ежесекундном интервале, однако в масштабе время похода расстояния это вполне хватает. Похожую опцию записи трека использует спутниковый коммуникатор Garmin Enrich Mini. Посмотрите, как выглядит трек с 10-минутным интервалом времени. Кстати, вы можете сами выбрать интервал записи трека в настройках записи режима «Экспедиция». Карты и навигация. Изначально в часах есть предустановленные карты мира по регионам. Хотя вам никто не запрещает самостоятельно установить бесплатные карты формата OpenStreetMap любой страны или региона. Как добавлять бесплатные карты в часы Garmin Phoenix, GPS-навигаторы, я рассказывал в своем видео и статье. Ссылка в комментариях под видео. Вкратце, установка карт, в отличие от предыдущих моделей Phoenix 5, идет как и в серии Phoenix 5X Plus для ОС Windows. Подключаем часы через USB кабель к ПК, выбираем папку «Этот компьютер», в данном варианте Phoenix 6S Sapphire Primary и закидываем карту с расширением имиджа прямо в корень папки Garmin. Отключаем часы от кабеля, переходим в меню «Настройка», «Активность», «Настройки активности», например «Ходьба», «Карты», «Настройка карт». Если карта рабочая, вы видите новую карту, можете включить ее для показа. Еще момент. Для карт появилась специальная тема, то есть режимы цветового отображения карт. Морская, контрастность, темная, популярность, горнолыжный курорт. Карты с учетом популярности. Что это такое? Garmin накладывает все сохраненные другими пользователями маршруты на вашу открытую карту. Это полезно, если вы в новой местности и не знаете, например, как спланировать маршрут или пробежку. А в этом случае вы можете увидеть самые популярные маршруты, которые находили или набегали пользователи Garmin. Навигация по маршруту. Тут все по-старому, как и было в Phoenix 5+, Furorunner 945. Часы выступают своеобразным путеводителем по вашему маршруту на карте или указывают повороты до изменения направления движения по маршруту. Можно использовать заранее сохраненные маршруты или создавать их на лету в часах по выбранным точкам. Добавили более 2000 карт лыжных курортов. Приятный дополнительный бонус от производителя. Также добавили предустановленные карты для гольфа. Более 41 тысяча. Извините, ребята, не моя тема. Тут я пропускаю этот момент. В гольф не играю. Расширенные спортивные метрики. Некоторые поля и опции в Phoenix 6 перешли из моделей 2019-2018 годов. Phoenix 5+, Furorunner 945, Mark Q. Эта опция стала доступна в Phoenix 6 для занятия бегом, велотренировок и спортивной ходьбы. Как это работает? Вам нужно добавить ваши контакты. Три человека, которым будут автоматически приходить уведомления в случае, если у вас возникнут проблемы через SMS или через e-mail. Если возникнет проблема, вы можете инициировать аварийный сигнал через часы. Единственный нюанс. Вам нужно иметь при себе подключенный к часам смартфон. Частота дыхания. Добавился дополнительный параметр. Дыхание на графике. Частота дыхания в ваших тренировках определяется расчетным путем в зависимости от вашей сердечной деятельности. Специальных дыхательных датчиков в часах, конечно, нет. Body Battery. Монитор энергии. Вспомним трилогию «Матрица», когда в фильме человеческое тело рассматривалось как батарейка для питания машин. Аналогичную концепцию ввел Garmin для владельцев часов Phoenix 6, Forerunner 945. Часы анализируют изменение частоты вашего пульса, уровень стресса, качество сна, информацию по ваших активностях. Если у вас все в порядке, получается 100% заряда вашего тела. А если у вас реальный недосып, усталость после тренировок, ваш заряд батарейки будет снижаться. Уменьшение вашего условного заряда – это веский фактор изменить свой распорядок дня и программу тренировок. Pace Pro. Реально полезно для бегунов, которые планируют свои забеги на длинной дистанции. Перед забегом вы можете разбить дистанцию на этапы и установить общую динамику бега, позитивную или негативную. Закиньте ваши настройки в часы и начните пробежку. Часы будут контролировать ваш темп в течение всей активности согласно плану. Аклиматизация к жаре и высокогорью. В двух моделях Fenix 6, Forerunner 945 добавили уведомления об аклиматизации при условии, что если температура больше 22 градуса и ваша высота больше 800 метров над уровнем моря. Данные об этих изменениях будут показываться в виджете статуса тренировки. Спортивные активности в часах. В Fenix 6 добавили новые активности, которых не было в Fenix 5 Plus, Forerunner 945. Эта экспедиция, два типа лыжных хода, установка часовых поясов, техника дыхания. Основные активности остались в наследство после Fenix 5, 5 Plus, Forerunner 945. Беговые, плавание, вело, горы, зимние виды спорта, фитнес и спортзал. Дополнительные специальные активности. Что еще осталось по-прежнему с предыдущих моделей Fenix 5 Plus в серии Fenix 6? Есть поддержка умных уведомлений, то есть все смс, сообщения и другая информация, которая приходит на ваш телефон, будет отображаться на экране часов. Для тех, кто только знакомится с данной моделью, сразу скажу, что в этих моделях нет возможности звонить или разговаривать через часы. Есть поддержка музыкального плеера с трансляцией музыки через Bluetooth на наушники или на другое устройство, например, Bluetooth-колонку. Еще раз хочу напомнить, что в серии Fenix 6 только в Pro-версиях и выше есть поддержка музыки, карт и Wi-Fi. Кроме того, в шестой серии Fenix для Pro увеличили память в часах до 32 ГБ вместо 16 ГБ, которые были в Fenix 5 Plus версии. От Fenix 5 Plus по наследству перешла поддержка бесконтактной оплаты Garmin Pay. Как настроить Garmin Pay, рассказывал в своей статье на сайте Просто Обзор, ссылка в описании под видео. О самой главной изюминке шестой серии я пока специально умолчу. Это возможность постоянного заряда часов с помощью солнечной энергии. Я говорю про модель Garmin Fenix 6 X Pro Solar. Я планирую сделать отдельные тесты и обзор этой модели, когда часы будут у меня на руках. А пока давайте подытожим минусы и плюсы модели Fenix 6S 6. Пока я не говорю про модель Solar. Минусы Fenix 6. Что мне не понравилось, это то, что Garmin начал усложнять типы моделей часов в одной серии. Тут тебе и базовая серия без картой музыки, Pro-серия с картами и музыкой, с сапфировым стеклом, без стекла. В общем, сплошные муки выбора для простого покупателя, который не сильно знаком с номенклатурой техники Garmin. Физику процесса изменить не удастся, поэтому нагрудный пульсометр для резких нагрузок всегда записывает быстро и четко. И даже новый HR оптический датчик пульса второго или даже третьего поколения не сможет исправить эту ситуацию. Смотрите мои тесты выше. Имейте этот факт в виду, когда будете тренироваться с часами. Прошло уже три выпуска серии Fenix 5, 5+, теперь уже шестая серия. Кабель USB по-прежнему поддерживает USB 2. Это не очень хорошо, если вы планируете загружать много музыки и больше карт в часы. Когда же будет добавляться новый скоростной протокол? Ну и конечно цена. Логично я понимаю, что новая модель не станет дешевле, так что ваши удобства и дополнительные фишки будут стоить дороже. Разрешение крана для 6S оставили без изменения 240 на 240 пикселей. Точно так же, как и было в Fenix 5+, Forerunner 945. Погони за размерами и весом часов уменьшили безель. А это может чревато потенциальными повреждениями крана, ведь в предыдущих моделях безель был гораздо выше и больше. Плюсы Fenix 6. Добавили память в часах до 32 ГБ. Уменьшили размер часов по корпусу, высота и ширина. Увеличили размешение экрана до 260 на 260 пикселей для Fenix 6, 280 на 208 пикселей для Fenix 6X. Очень хорошо, что оставили старый тип разъема часов для зарядки, так что старые USB кабели могут работать и в 6 серии Fenix. Оставили системы быстрой фиксации ремешков Garmin Quick Fit. Про эту систему и рассказывал ранее. Снимать и устанавливать ремешки можно за пару секунд, а вот Forerunner 945 лишили этой системы. Очень рад, что добавили расширенный спортивный метрик. Те, кто постоянно занимается спортом, оценят эти нововведения. Расширенное управление питанием – мощный инструмент, будет полезен для тех, кто уходит в длительные походы и ценит повышенную автономность часов Garmin. Сюда бы я тоже добавил показ заряда не только в процентах, но и в днях. Очень удобная опция. Новый обновленный интерфейс часов достаточно удобен для понимания и использования, если вы хотите получить все данные в одном экране. Популярные маршруты на картах – хорошая палочка-выручалочка для тех, кто планирует делать свою пробежку или поход в незнакомой местности. Теоретически, очень интересная возможность зарядки часов от солнца. Пока воздержусь от этих комментариев, пока сам не протестирую модель S6X Pro Solar. Минусы Forerunner 945. Как всегда, это цена. Порядка 600 долларов за модель. Нет металлического корпуса и сапфирового стекла. Ну, не знаю, для других людей это может быть и плюсы. Нет систем быстрого соединения ремней Garmin QuickFit. Мало памяти в часах, хватает всего на 1000 песен. Уменьшили класс водонепроницаемости. В часах он равен 5 ATM. Думаю, это связано с материалами корпуса. Плюсы Forerunner 945. Легкие и тонкие часы не ощущаются на руке. Новый чипсет Sony – это достаточно интересная штука. Мои тесты показывают, что пока 945-я модель пишет трек лучше, чем фениксы. Возможно, это связано с материалами корпуса и безелем. Долгая работа от одного заряда. Весь интерфейс и опции перешли в эту модель от Phoenix 5+. Расширенные спортивные метрики для бега. Поддержка всех внешних датчиков от Garmin. Часы-то беговые, поэтому все нагрудные пульсовые тришагомеры тут тоже поддерживаются без проблем. Как ни странно, карты тут добавили тоже. Это дополнительный плюс. И, конечно, оплата Garmin Pay. Музыкальный плеер на борту. Удобно для пробежек. Не нужно брать мобильный телефон. И учет пульса в воде. А теперь выводы. Garmin Fenix 6S 6 – это улучшенные часы от слияния двух серий. Модели Fenix 5 Plus плюс Forerunner 945. Расширенные спортивные опции перешли в Fenix 6 от часов Forerunner 945. От модели Fenix 5 Plus Fenix 6 унаследовал музыку на борту, бесконтактную оплату Garmin Pay. Garmin увеличил память, дал возможность тонкой настройке аккумулятора, добавил новый экономичный GPS-чипсет от Sony, новый оптический датчик со измерением пульса в воде. Все эти нововведения стимулируют меня к переходу на новую модель Fenix 6 серии. Однако, еще остается модель Forerunner 945. Достаточно интересный вариант спортивных часов, которые послужили базой Fenix 6. Обе модели, конечно, найдут своего владельца. Плюсы и минусы часов я сложил чуть выше. Наверное, вы хотите узнать у меня, планирую ли я переходить на серию Fenix 6. Да, однозначно. Вопрос только в том, на какую именно. Обязательно это будет Pro-версия с апферовым стеклом или Pro-Solar-версия. Ждите следующих обзоров. Ну а дальше уже решать вам. На этом все. Спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился мой обзор. Подписывайтесь на канал, если хотите узнать больше про технику кармин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...